Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели»! И сегодня вас ждут ЛТТБ под ядерным дождём, фильм ужасов про Шермана и эпичная защита базы на хайвее. И не забывайте, что в субботу вы можете услышать впечатления самих игроков на радио Wargaming FM. Героем первого боя стал игрок Dimago 34 на ЛТТБ. Попал он на Солнечную Малиновку, но по составам команд уже видно — осадки ожидаются уровня Метеоритный Апокалипсис. Что ж, не беда. Наш светляк настолько уверкливый, что даже из ливня сухим выйдет. Поэтому поехал он на поле — светить базу и не светиться самому. И вышло неплохо. Сюрприз из неизвестности получил Т71. Затем Они попал в прицел и отхватил целую охапку комариных снарядов. Дальше ЛТТБ подкараулил бульдога. Забрал. Незаметный, будто ходячий куст — пересёк поле и накидал ПВЗ-111. Три фрага и ни разу не засветившись. Но вот команду нашу артиллерийским ливнем явно промочило до нитки. Счёт 7-11 и перспектив на победу всё меньше. ЛТТБ едет через поле. Лампочка! Как бешеный кидается с обрыва к воде! Пронесло пока! Едет обратно на помощь тяжу. Прицеле ПТшка! Выстрел! И снова лампочка! Как пиявку, ЛТТБ стряхивает себя за свет. Осторожно занимает куст. Затаит дыхание. И получая ИСУ! ПТ тоже пропадает из засвета, но не уходит. Блайндом добил! Светляк крадётся к горке. Союзник вовремя убирает ИСА. И путь свободен. ЛТТБ несётся изо всех сил. За спиной слышны раскаты. Эх, нелегко сейчас М103. И вот оно. Гнездо квадратненьких. ЛТ бьёт. Одна арта бежит, другая принимает бой. Выстрел Лоры. И на гусле совет. Только срывается на том же месте взрыв. Выстрел во рту. Ответка. Ух, как ловко увернулся. Удаётся закуслить наконец. Подходит ближе. И да. Здорово, конечно. Но если и остальные такими крепкими орешками будут. Впрочем, ладно. Арты уже шлют приветы. Рядом Крусайдер. Но без засвета не удаётся сбить. Ещё и Муц его страхует. И последний союзник погиб. Ну совсем беда. Светляк занимает куст. И прямо перед носом Медведь выскакивает. Готов. Тут же начинается артобстрел. Сирена гудит. ЛТ выезжает в кругу. Там борщ. Танки сцепляются под чемоданопадом. ЛТ больно получает от ПТшки. На гуслю встаёт. Но не сдаётся. Бьёт в ответ. Прямо перед носом взрыв. И борщ готов. Можно кушать. Теперь только три арты. На захвате стоит Крусайдер. ЛТ пытается сбить его без засвета. Сверкает лампочкой. Тут же обрушивается ответный град. Но ЛТТБ теперь полный хозяин положения. Под гудок последних минут находит Пантеру и не останавливаясь разбирает. Но Алора сама себя выдаёт, встав на базу. Пытается убежать, но это чистой воды капитуляция. Молодец, ЛТТБ. Опять вышел сухим из-под ливня. Набил 10 фрагов и вытащил весь бой. Получает золото и медаль ЛРН. Поздравляем! Вторым героем сегодня стал игрок водила Фокс. И водит он вот этого красавца. Шермана Джамбо. Думаю, напиши Стивен Кинг роман по World of Tanks, Джамбо точно бы стал главным злодеем. А сюжет бы напоминал вот этот бой. Ну, вы только послушайте это милое имя. Джамбо. Бери и называй так вагончик с мороженым. А на деле это безжалостный маньяк-расфугасник. Поехал на пролом, капая слюной с клыков. Оторвал бабахом от Шкоды половину прочности. Т-34 пытается что-то сделать, но тут же лопнуло, как яйцо в микроволновке. Через всё поле немецкая СТ-шка отхватила фугаса на две трети. Просто бешеный Джамбо. Рядом на захвате стоит Т-28. Наш маньяк невозмутимо прёт на неё, как топором срубает полпрочности. Та стреляет в ответ, но ему это как девчачий виск Фредди Грюгеру разрывает на части со злобным смехом. Тут же едет дальше в поисках новых жертв. Не останавливаясь, забирает немца, вытирает ноги об него и медленно надвигается на беспомощную ёлку, скричащая гусеницами по земле. Та в ужасе забилась в угол, пятится, просит о пощаде, но наш кровавый монстр с именем диснеевского слонёнка и мокрого места от неё не оставляет. Кажется, он настолько ужасен, что даже союзники поглядывают с опаской и не рискуют подходить близко. Думают, давайте уже закончим этот ужас захватом, да побыстрее. Ну и как во всех ужастиках, бедные жертвы думают, что нашли способ победить зло. Решили закидать его артой. Чемоданы повзрывались рядом, но ни одним мускулом своей ужасной филиономии не повёл Джамбо. Совершенно невозмутимо поехал на Хеллкета. И тот мигом сгорел в адском огне. Следующая по списку, будто та самая арта. Вот так вот. Злодей совершенно неуязвим. Не зная об этом, на него выскочила безрассудная 34-ка, но погибла от рук прислужника Джамбо. Четверо выживших всё же решили объединить силы. Первым подставился Чито. Выдержал несколько жутких ударов, но был лишь приманкой. В тыл забрался Т1 Хэви, и кажется, припас кол да серебряную пулю. Джамбо не проведёшь. Отразил удар и тут же забрал Матильду. Хэви от отчаянно полетел в атаку. Бесполезно. Только жуткий хохот и услышал перед смертью. По традиции, в конце осталась сладкая парочка. Первым на монстра из благородства набросился Чито, но Джамбо жутко разорвал его прямо зубами. И вот последнее осталось. Красавица Сусто. Но хэппи-энда не будет. Отправляйся в печь. Да уж, не хотел бы я такого маньячеллу тут повстречать. Десять скальпов себе насрезал и выбил из бедняк по четыре тысячи урона. Ничего не поделать. Держи свои голду и медаль. Ну и последний на сегодня бой. Карта Хайвэй. Игрок Жакулин. Объект 268. Поехали! И, а что у него с колесиком мыши? Заело, что ли? Может быть, он врубил хэви-метал и вот таким странным образом трясет головой? Впрочем, не суть. Занял наш герой в позицию в центре карты и занялся делом. Взял в прицел гриля, располовинил гриля. Взял АМХ в 50Б, превратил в 25Б. И только хотел сделать из него самый настоящий АМХ-0, заметил, как остался тут один-одинёшенек. Чтобы враги не окружили, объект решил отступить к базе. Отъехал, направил пушку, готовый встречать волну красных, но в прицел угодил только Т-34. И это ему дорого стоило. Сзади обошёл шпиц. Объект пошёл на него в атаку и буквально сдул на ходу. Но к этому моменту команда слила уже по всем направлениям. Зелёнка разбита, город разгромлен. А объект не удывает. Его такой расклад злит ещё больше. Красные уже встают на захват, и это просто последняя капля. Объект злой, объект крушить. Разгоняется, сносит амбар подчистую, прямо из обломков выскакивает на француза. Тарань-барабань! С другой стороны ещё француз. Мелкий светлячок. В 28-й доламывает ангар и просто напрыгивает всем весом на ЛТ-шку. Давит. Расстреливает. В лепёшку его. В круге Т-34. С одного выстрела на части. Ух, вот это свирепая ПТ-шка! Но врагов ещё пятеро. Начинают стягиваться к базе со всех сторон. Лев виден уже. Сзади японская Годзилла и Гриль. Да уж, положение не из лучших. Объект решительно прёт на льва. По корме уже со всей силы барабанят. ПТ обходит тяжа сбоку, тот мажет. Ответный выстрел в цель и добила тараном. Просто плещет яростью объект. Возвращается к базе, там Гриль. Кыш в ангар. Сзади фуловый японец, а на базе Маус. Одни тяжеловесы остались. По датским обстрелам 28-й прёт на Мауса. Выстрел! Схлопнул, как мышеловка на атомной тяге. Вот теперь дуэль с сумоистом предстоит. Японец идёт на сближение. Получает по шапке. В ответ сбивает гусеницу и тут же арта рядом попадает. Противники сходятся в клинч, попадаются, ПТшка бьёт и ещё раз урон прошёл. Ещё чуть-чуть. Но японец заставляет ей пол-ХП. Теперь объект. Да, добил. Арта пытается остановить яростную ПТху, но бесполезно. Та опять врубает хэви метал и мчит со всей силы за победой. После такой-то защиты базы забрать одинокую арту дело техники. 9 фрагов наколотило ПТ и 10 тысяч урона. В одиночку отстояла базу. Да с какой яростью! Шикарно просто! Держи за это золото и медаль! Ну и на этом у меня всё! И не забывайте, что на канале ВотФан выходит передача «Не попал в ЛРН», где вы можете найти свои бои. А я жду от вас ещё больше крутых боёв, так что удачи на полях сражений! С вами был Кирилл Орешкин, всем спасибо, всем пока!